Привет дорогие наши подписчики и просто проходящие мимо. Сегодня мы решили вспомнить тему, которая давненько не была на нашем канале, а именно тему ужасненьких и кошмарненьких фильмов. Как ни странно, но мы являемся ярыми поклонниками этого жанра, но к величайшему нашему сожалению, 2021 год был не очень богат на хорошие и великолепные ужасы. Не знаем с чем это связано, скорее с тем, что ужасов в этом году хватает и в обычной жизни. Но не будем о грустном и вернемся к более веселой теме. Итак, тщательно порыскав по просторам сети и пересмотрев не один десяток фильмов, мы нашли несколько на наш взгляд просто отличных экземпляров классических ужасов, которые вы могли бы пропустить. Итак, первый фильм в нашем списке это корейская картина Странный дом. Да, первое, что думает зритель, начиная просмотр фильма, так это где-то я это уже видел и не удивительно, ведь постановка сюжета чем-то напоминает 1408. Но почему-то тут как-то не так, ну вот как-то не так. Существует один старый многоквартирный дом, про который ходит невероятное количество весьма ужасных легенд. И, судя по слухам, фактически все постояльцы этого дома через некоторое время после заселения бесследно исчезают. Этому должно быть какое-то объяснение, пусть и самое нереалистичное. Этакий мангака, автор условно-кратких визуальных новелл, за вдохновением направляется в этот самый дом. Там он находит загадочного и какого-то стрёмного управляющего, которого просит прояснить все эти загадочные и кошмарные истории о доме. И что за волшебная хренатень, собственно, здесь творится? Ну и по возможности рассказать несколько историй. И лучше, если они будут действительно жуткими. Любезный управляющий совсем не отказывает и успевает поведать то, что станет качественным контентом для визуальной новеллы. Собственно, сюжет сшит из нескольких историй, пересекающихся между собой, чем создает целостность и понимание того, что зло просочилось повсюду, как будто дом гниет и тлеет изнутри, забирая жизни тех, кто в нем находится. Но сами страшилки остаются без объяснения, моделируя страшные ситуации, в которых оказываются действующие лица. По визуальной части, фильму удалось сохранить мрачный колорит по нагнетанию жути на зрителей, присущий только азиатским фильмам ужасов, за что создателям большое и огромнейшее спасибо. От мужика в лифте я до сих пор в полном восторге. Именно такие персонажи и моменты пробирают куда больше пресловутых скримеров. Похожее, кстати, было в шикарном фильме «Глаз». Разумеется, речь о японском варианте, а не американском ремейке. Второй фильм – это картина от режиссера, нашумевшей в свое время пилы Джеймса Вана. Джеймс Ван никогда не был таким, каким его знают рядовые зрители. До работы над мейнстримными франшизами о семейке Уорренов и путешествиях в астрал он снимал дикое жанровое кино на коленке. Речь, само собой, не только о пиле, хотя там главный хоррор-режиссер Голливуда и правда изворачивался, пытаясь за несколько бессонных дней на территории заброшенного склада худо-бедно собрать по кускам жестокий триллер об игре на выживание. Операторы расшибали себе голову от трубы и низкие потолки. Время съемок группе приходилось ютиться в тесном уголке, а в процессе монтажа стало понятно, что в фильме не хватает нескольких, но весьма важных цен. На площадках заклятия или форсажей, будьте уверены, таких историй не найти. Итак, злое, о чем же это кино? Завязка наитипичнейшая для фильмографии Вана. Мэдисон, Аннабель Уоллес, потерявшая ребенка после нападения таинственного чудовища, до этого она еще убила мужа-абьюзера, выписывается из больницы. Друзья и полицейские в один голос твердят, что преступника найдут и обезвредят, бла-бла-бла-бла, но девушка уверен, что монстр по-прежнему бродит по дому и не остановится, пока не доберется до нее. Каждую ночь с первой этажа доносятся жуткие звуки, по стенам бегают тени, а вскоре Мэдисон и вовсе начнет впадать в зловещий транс. Со стороны неспособная двинуться с места, она будет наблюдать, как существо убивает других людей в разных точках города. А дальше начинается все самое то, самое главное и страшное, что бывает, когда внезапно открывается дверь ночью в темный подвал. В плане визуала фильм шикарный, но по сути вся картина довольно банальна. Маньяк в черном плаще, всепоглощающая тьма, уничтожение лампочек и прочие штампы, но выполнено все на высшем уровне. Видно, что Джеймс Ван после работы над многомиллионными блокбастерами научился очень грамотно работать со светом и прочими мелочами, которые до этого в его хоррорах были на среднем уровне. Реально понравилась атмосфера фильма, его непонятная конфигурация, которая ведет к невероятному финалу, от которого у вас челюсть должна будет упасть. То, что вы увидите в финале, это очень крутое и местистое зрелище, поверьте. Есть, конечно, любимые моменты и места у Вана, без которых он не может, это касается огромных заброшенных зданий и, конечно, подвалы, подвалы. Ну вот, никуда без штампов, ну что поделать. В общем, смотрите, не пожалеете. Еще одна фильма, это «Заклятие. Другая сторона». Производство Швеция. Мы особо не разбирались в переводе, но кажется, что оригинал названия звучит немного по-другому. Все это сделано, чтобы зритель понял, что перед ним ужасы. Итак, история очень банальна и шаблонна. Шведы вытащили части всех известных страшилок и запихали их в свой фильм. Ну, типа, совсем по-шведски. В доме, где поселяется молодая мачеха с мужем и малолетним пасником, начинают происходить странные вещи. И теперь отцу семейства приходится разобраться, где правда, а где фантазии сына или жены мачьи. При просмотре фильма у меня возникло такое ощущение, что шаблон «Чем темнее, тем страшнее» должен быть слоганом этого фильма. Я не буду в деталях описывать сам сюжет, но с одной стороны он неплох, а с другой стороны стандартен. Но вот то, что с темным фоном и с игрой со светом переборщили, это факт. К середине фильма я только и думал, неужели в этом доме нет лампочек и выключателей? Почему бы не позвать электрика? По итогу я пришел к мысли, что осветитель на площадке просто заболел, а другого не было. Но любителям классики этот фильм явно зайдет. Несмотря на всю стандартность сюжета, есть что-то в нем такое, ну знаете, цепляющее что ли. Такое постепенное нагнетание сюжета, хотя если честно, я даже не знаю, зачем он в нашем списке. Ну вот почему-то он не запомнился. Короче, посмотрите, отпишитесь в комментариях, как он вам. Следующий фильм это «Предостережение» от британского режиссера Дэмиана Маккарти. Хоррор, который приятно вас удивит своей детективной историей и жутким саспенсом. Фильм не столько о призраках, сколько о человеческой жестокости, алчности и беспринципности. Практически все время в картине маячат только два актера. Отлично справляющийся со своими ролями. Это племянница Ольга, периодически впатающая в кататонический ступор. И пасмурный Айзек, отчаянно пытающийся вернуть себе память и вспомнить свое прошлое. А, кстати, забыл про третьего, так сказать, главного персонажа. Это пучеглазый кролик-барабанщик, который, нужно сказать, не совсем обычная кукла. А, ну в общем, спойлерить не будем, узнайте сами. Итак, за деньги Айзек соглашается на предложение друга провести несколько дней в доме с его племянницей Ольгой, страдающей психическим расстройством, так как мать девушки пропала, а отец покончил с собой. По прибытии выясняется, что дом находится на острове, и Айзеку придется надеть на себя ограничивающие передвижения по дому цепь, так как Ольга боится, что кто-то зайдет не в комнату. И почти сразу же в запущенном жутком доме начинают происходить странные вещи. Мрачная эстетика, жуткая атмосфера, скрипучего и облупленного дома, шорохи и свинцовое безмолвие. Все эти элементы отлично работают и заставляют находиться зрителя в постоянном напряжении. Удивительно, что лента совершенно не обращается к приемам скримеров, но при этом умело создает жуткое и обволакивающее окружение, хочется скорее покинуть это место и больше никуда не возвращаться. Особенно гнетает этот кролик-барабанщик. Такие ленты следует смотреть с полным погружением происходящее вдумчиво и в темноте. Такое похлеще банальных пугалок, знаете ли. Итак, мораль. Прежде чем соглашаться на работу сиделки, запросите точные координаты и фотографии помещения, чтобы потом не сидеть в сгнившей халупе, где из развлечений только медитативное ковыряние в носу. В итоге неожиданно добротный малобюджетный хоррор, включающий в себя и детектив, и триллер, а также темные тайны скрипучего дома. Ну и кролик, разумеется. И последний наш фильм, который собрал в себе триллер «Ужасы и детектив». Называется он «Дом на другой стороне». Работа режиссера Дэвида Брукнера. Да-да, именно того, кто снял ритуал. О чем же этот фильм? А вот о чем. Сказ о скорбящей вдове Бет, который, разбирая вещи покойного супруга, обнаруживает странные чертежи дома. К тому же каждую ночь вдовушку мучают страшные кошмары, заставляющие поверить ее в существование призраков. Но неугомонная Бет начинает вынюхивать и раскапывать неприятные подробности из жизни муженька, хранившей от нее неприятные тайны. Давайте сразу к делу. Этот фильм и похож, и не похож на все фильмы о призраках, проклятых домах, выпущенных за последние десятилетия. Чем похож? Ночными стуками в стену, скрипами половиц, мокрыми следами на полу, злыми невидимыми силами. Начиная с Астрала мы видели все это десятки раз, но Дэвид Брукнер пытается выйти за рамки приявшихся клише. Чего стоит только ночной дом и его обитатель, который появляется то в тенях, то в виде осевшего пара на стекле, то в элементах конструкции дома. Блин, этого реально никогда не было. Так что фильм можно посмотреть уже ради того, чтобы увидеть, как по-разному воплощен этот прием. Наверное, не зря большая часть экранного времени сосредоточена на Ребекки Холл. Ее героиня предельно живая. Вот она шутит по поводу смерти мужа, но в какой-то момент понимает, что за юмором скрывается обида и боль. Почему умер Оуэн, что он скрывал? Вопросы не дают Бэт покоя, но в конечном итоге оказываются не так и важны. Может ли героиня пережить внезапное самоубийство мужа? Да, фильм не шедеврален. Да и не такого ждешь от режиссера «Монстров юга» и «Ритуала». Но дом на другой стороне выделяется среди подобного кино интересными визуальными решениями, хорошей актерской игрой и неоднозначным финалом. А что еще нам требуется от хорошего кино? Итак, вот, пожалуй, и все фильмы ужасов, которые нам запомнились в этом году. А что понравилось вам? Укажите это обязательно в комментариях. И не забывайте подписываться на канал и лайкать или дизлайкать наши ролики. Это очень важно для нас. Спасибо за просмотр, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok